Доброе утро! У меня не расчесанная Каллимера! Каллимера! Скажи доброе утро! Доброе утро, скажи! Растерялся, потерялся, о чем-то задумался, ушел в себя! Никогда не просидят! Ушел в себя! Тебе они сказали доброе утро, скажи! Доброе утро! Доброе утро, мир! Доброе утро! Наши друзья уехали. Да, наши друзья уехали. Дима сегодня рано утром охотился. Было. Сейчас уже понемножечку пролетаем. Пытаемся на сенсор, что у нас еще осталось пару дней. Да, это была такая вот сейчас одна точка. До этого казалось, что много-много дней у тебя еще впереди. И вот они уже уехали. Ты понимаешь, что как-то... У тебя тоже ничего не ждало. У тебя тоже ничего не ждало. Да, а еще много чего хотелось сделать, куда съездить. Костя! Да, сам! О, арбузы поехали! Ну вот, сегодня у нас такой спокойный денечек будет. И тут полдня мы пройдем на море. А потом поедем к Василису в гости. Там бассейн будет, мелкий покупается бассейн. Я забыла расческу в Хане в горах, там так что я не расчесанная. Ну, сегодня купили. Что еще рассказать? Ничего, потому что мы сидим тут... А, вон Анатолий сидит. Да, где мы раньше всегда завтракали. Понимаете, потому что завтракали все время там. Но сейчас они открыли эту часть. Мне кажется, я показываю или рассказывал. Я уже не помню. Ладно, со мной не рассказывал, этого не делал. Я, как тебе сказал, всегда раньше заказывал здесь омлет со шпинатом. С сыром. Костя, что ты творишь? Костя моет руки. Ну, Костя, ну нельзя так делать. Тут же пьют водичку. Не наливай пока ему. Не наливай, не наливай. Захочешь попросить? Одна ногу ест. Руки грязные, грязные. Тебе нужно в туалет идти помыть? Туалет идти помыть в ручке? Ну? Вот. Это очень пусто. Я сразу вспомнил в 2000... Короче, первые поездки твои. Ну, Костя. Ну, Костя. Папа разговаривал. Ну? С Виталиком я сразу вспомнил. Это, по-моему, 2011-2012 год. Нет, с Виталиком было после свадьбы. После свадьбы было. Ну, значит, 2014 год, когда мы постоянно здесь завтракали. Вот. Постоянно заказывали. Вообще, вот это омлет Зазыки я очень люблю. Вообще, такая тема. Вот. Сейчас помидорова не было раньше, да? Так что, отлично все, да? Ну, там не было помидорова вообще. Они здесь не нужны. Вот. Сейчас мы поедим. Пойдем дальше. На море. Да. И Аленка уже берет, по-моему, поедет в Василию. Вот. А вечером входим к кому-нибудь... Куда-нибудь покушать. Куда-нибудь покушать. Так. 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 Такой спокойный, девочек. А то у нас все эти бегом-бегом все. Одно, второе, третье. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Точно сегодня такой, наверное, слабончик. Да, надо выдохнуть. Да. Насладиться. Прочувствовать. Так что, вам тоже хорошего дня? Дима разочарован в Греции. Да, я разочарован. Меня первый раз за многие годы обманули с апельсиновым соком. Его разбавили. Ужасто. Ну, не в кафе, не в кафе. Не в кафе, а я в магазине купил. Пошли в магазин. Я так понимаю, что, скорее всего, они не успели выжить и решили свежим сок разбавить быстренько на две бутылочки. И, короче, Дима купил маленькую бутылочку, а он реально какой-то водянистый совсем. Можно подумать, что апельсиновый водянистый. Нет, он такой прям совсем водянистый. Вообще, короче... Да, то есть... Ну, как есть, да. То есть, до этого я покупал в другом магазине. Было все нормально и задешевле. А здесь чуть дороже, но... Короче, как-то так вот. Вот в этом вот. Да, вот в этом вот магазине вот мы покупали. Вот покушали мы у Анатолия. Было достаточно. Мне было вкусно. Аленке было не очень. Кустику тоже было вкусно. Пицца была хорошая. А мне тоже очень понравился. А вот с каким-то новым блюдом они там немножко перемудрили. Едомудрили. Короче, не так делали. Она была по-другому делала. Не важно. Короче, считаю, это... Я бы съел бы, и у меня нормально было. Да, ему было бы нормально. Аленка там это, да, что-то, да, там... Могли бы... Могли бы то же самое, но сделать по-другому. Не заморачивали бы. Могли бы и кок поджарить. Могли бы. Потому что он был хрустящий тогда на конца. Ну, шпината не надо было так много бургать. Его можно положить свежее. Зачем его отваривать? Пиши, пошли, больше так много ложить. Да. Яйцо пашот было недоготовлено. Белок был совсем желеобразный, совсем. Не желтого, вернее, а белок был желеобразный, полупозрачный. Сол голландесом не передержали. Он был вообще как бешамель уже стал. То есть мне... Короче, много немножечко сол. Да. Но при этом мы вот когда в прошлый раз сидели... Не помню, мы снимали, не снимали, не снимали вечер, да? Там было тоже вкусные закуски были. Да. Мы то, что сидели... Что-то вот... Я бы тоже по-другому сказала, но да. Ну, в целом там нормально было. А, вино, наверное, да? Все вино. Было много... Да, да, нет, нет. Там на самом деле были прикольные эти закуски. Они сделали. Вот было. Ну вот сейчас мы идем на пляж. Костя хочет купаться. Другое море. Другое море. Он скорее всего хочет бассейн. Да. С аттракционами, с водными. Да, где можно прыгать, плавать как-то и там подобное. Я думаю, что он опять сейчас придем. Он будет разочаруется. Будет много криков, что мы хотим другое море. Вот. Слова, что пойдем завтра. Много криков. Да, много море. Так что вот такое вот. Такое у нас с начала дня идем. Все. Мы перед тем как ехать с пляжа, перед тем как ехать к Василию, решили взять... Костя не баловаться, пожалуйста. Дай. Зайти в одно местечко перекусить. Взяли себе кальмарчиков. Жареные сардины. Взяли... Бары очень вкусные. Они очень свежие. Да, очень мальчики. Сардины тоже очень вкусные. И сардины тоже обалденные. А Лицка тоже кушает. Да, на боку мы с ним. Короче, и заказали Костику с детского меню картошку с гамбургером. Итак, внимание, гамбургер, детская порция. А в прошлом мы заказали, это была детская пицца. Оказывается, это бывают детские, в детском меню есть. И пицца вот такая же. Вот такая вот на старелку, это была детская. Костя, смотри, там сыр. Вкусно? Вкусно? Да и арбузик вкусный, да? Знаешь, они все-таки растут. Холодненькая, самая топ. Давай, бери. Бери рюмочку. Да эту бери. Втюк, втюк. Динь-динь. Вот сейчас она сопротивляется. Не вкусно? Ну, не вкусно. Ты еще это не пил. Мы съездили к Васильеву. Ну, получилось, ну, к нашему другу, у которого отель. Массейн. Ну, получилось так все очень быстро, скомканно и коротко. Мы приехали, выпили по коктейлю. Мелкий покупался. И мы спонтанно решили поедать в Староке в Санис. Погулять по городу и не найти какое-то место покушать. Мелки ваши не пробились. Еще покусали всякие комары. Ой, не-не-не-не, я тебя буду только обнять. Вот, поэтому они такие без настроения. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим, где покушать. Так, в какой-то веке мы попробовали что-то новенькое. Попробовали почувствовать себя туристами. Мы просто гуляли. И остановила, ну, как бы мы же там думали, куда ли туда идти. И одна женщина с магазином придет по дороге пройдется, там очень красиво. Это место – хорошая таверна. Ну, наверняка, как бы они там есть работу где-либо она, это ее таверна, не знаю. Она говорит, если будет невкусно, приходите ко мне обратно. Значит, мы пришли. Выглядит, ну, там, понятно, что это не рискок, но выглядит, как бы, как это сказать, с потугами на аутентичность, знаешь. Там, типа, вот эта музычка, тыквы висят, гранаты растут, лимоны растут. Но, в любом случае, пахнет, вкусно пахнет, вкусно жарным мясом. Единственное, что мелкие такие очень недовольные. Сколько кто-то иногда смотрит на папу. Как ты посмеял? Вообще, зачем? Я же так хорошо спала. А, ну, этого можно было и купить ютубом. Этого говорили, да. Да, этого купили ютубом. Он, кстати, у нас, когда Йоргуса были, упал. Там прыгал-прыгал, ударился, у них же железная мебель на террасе. Он сейчас все-таки навел. Ну, ладно ты, господи. Мы, родители года, включили одной мультик, второму дали ютуб. Ну, короче, пришли, и пока еще не знаю, мы жду еще не пробовали, но могу сказать однозначно, что цены здесь чуть больше, чем, ну, по крайней мере, в столиде, где мы привыкли кушать. И не знаю, может, в других местах что-то я пробивать начал засыпать. Ну, ты сколько? Расскажи. Или лока? Ну, расскажи, что мы берем? Значит, мы уже сказали, что мы берем помазка такая, как на хлебушек. Одно рыбная. Одно рыбная. Ну, да, на основе, они все на основе йогурта. Одну возьмем сырну. И возьмем кролику, но я еще не решила, стефады либо в красном соусе, блинного, то я спрашивала, что более мягко-сочное. И возьмем сосиски. Не сосиски, это мяско мы там подмогрели. А, паки мы решили. А, паки мы решили. Возьмем копченое мяско, копченую свиньбу. Да. Я помню, да, у Никифороса, когда мы были в Агеннингалске, когда он там вместе был, место делал. Мы там брали, они с медом ее подавали. Мы подавали ее много, посыпали ее сезамом. И она была такая прям подсушенная, жесткая. То есть, учитай, у этого вот соленой копченой свинины, которая поджаренная. И меда, это как вот карамелизированный бекон. Ну, интересное чувство что-нибудь. Не знаю, как он не живет. Ну, попробуем хотя бы просто. Я сняла, что это так, потому что там повар был такой. Ну, да, да. Все равно, все равно попробуем, как она здесь она всем. Вот. О, Алиска. Значит, звук я здесь пискажу и вам, конечно, непросто. Не просто? Отдыхать непросто. Не, непросто еще с вами тоже на камеру что-то записывать. Потому что они постоянно что-то орут, постоянно что-то хотят. Да, на камере выглядит все так, все так нормально. Да, нормально. Просто это вы... Когда... Тебе не до этого, ты не можешь. Ты одну, одну руку там... Ты бьешь коляску, другой снимать это все. Это то орет что-то. Да уходишь на плечики, то на ручки. Это все у тебя реально не до камеры вообще. Отдых своеобразный. Он все равно в удовольствии, он такой своеобразный. Ничего. Мы сейчас посидим чуть-чуть. Еще, наверное, может быть погуляем по старому городу. не поедет. Ну и если не будет сил, да. И тогда пойдем посидим просто еще у нас. В балконе вино. Вино надо только больше купить. Вот так. Все вот так вот плавно. Вставайтесь с нами. Принесли нам... Это самое... Оливковую пасту. Хлеб и по маслу. Да. Но мы не заказываем, но это как бы это... Эппетайзер. От всех. Оливковое масло попробуем. Оливковое масло. 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 Не знаю, что я сделала. Такого хорошего прошло в жизни. У меня замечательный муж. В общем, Оливка расписывалась, и он пошел к ней прогуляться, чтобы она уснула. Пока он пришел прогуляться, нам принесли еду. В общем, вот эта копченая свининка поджаренная, неплохая. Она не очень жирная. Это реально мясо. Это как бы рыбный салат. Короче, грубо говоря, это на основе вот йогурт и так далее. Добавлено там, это мелкая рыбная икра, которая. Ну, что там еще? Может, не так чуть-чуть. А этот Дима захотел. Это такая помазка из сыра, перца и так далее. Нема острая. У-у-у! Нема острая. Есть такая же неострая конфета, сыр, тут еще красный перец, а у-у-у! А это Стефада из Кролика. Котик захотел картошку взять, но картошку было короче. Пока Дима гуляет, расскажу. Ну, как-то рассказали у Стефана вот это с кроликом. Я помню, когда мы приехали в ноябре на свадьбу с Лави, ну вот, мы приезжали вообще в Иракелон, в Хане была свадьба, но у нас было время, как бы, ну, помимо того, что с Лави был один ну, интересно было увидеть, как это все было. Мы поехали через деревушку Краси. Наверняка, если те, кто смотрел предыдущие, там, видео с Хритова видели, мы показывали самую большую деревню и так далее. Саш Танин тоже показывали, Саш Танин Лайв тоже показывали. Вот так вот. Я не знаю, почему мы поехали там, видимо, потому что Никита Флора так решила, не знаю. И, в общем, был из-за этого таверны, который даже не знал, что есть таверна, там просто покушение, как будто чей-то дом. Его остановил друг, как сказал друг. Говорит, она захотите к нам покушать, а мы не хотели есть вообще, мы были вообще не голодные, поэтому мы до этого поели. Ну, ладно, мы такие зашли, у него там был камин, горел настоящий огонь в камине, мы сели возле камин, был запах какого-то дерева, было очень круто. И мы скажем, что мы не хотели есть, поэтому мы взяли просто какие-то такие маленькие закуски и он нам притаскивает, говорит, у меня Стефада сегодня есть, но из зайца, есть кролика из зайца. И притаскивает, я не знаю, либо он так готовил, либо это реально именно заяц такой, потому что я первый раз ела именно зайца дикого. Стефада, в принципе, вот такого цвета, потому что с помидорами, с луком, он такой красного цвета. А он приносит, он такой темно-бордовый, чуть ли не черный такой. Ну, такие, ну, такой, не откажешься. Ну, какой, ребята, он был вкусный. Боже! Мясо просто, ну, вообще другого вкуса. Я никогда не думала, что я смогу отличить кролика от зайца. Короче, нас прервали, пока я все развлекала, пока Дима гуляла. Ну, да, ну, вот такой вот у меня был опыт попробовать зайца. Было очень вкусно. Я не знаю, либо он такой вот ты классно приготовил, либо реально заяц такого другого вкуса. Я знала, я помню, я ему говорила, что тебе понравится? Ну, это не самая лучшая. Не плохая, но не самая лучшая. Помнишь там, где мы праздновали все время День Марии, там была баклажановая баклажановая паваска, которая по вкусу, как будто там тунец добавлен. Махосик. Нет, ну, имеет место быть, да? Да, конечно. Малышки такие совсем еще. Сколько гранатов? Прям урожай. Реально урожай. Нафига ему витут? Он вот сюда поставит его, пускай играет. Ну, вот, в общем, мы покушали. Я хотела показать крышу прикольно. Смотрите, вроде как крыша сверху, а внизу растет, ну, что-то, ну, не виноградник, а что-то растет. Короче, неважно. И в той полке есть и крыша, и вроде как и зелень. А вот этот пятачок. Тут очень много всяких ресторанов, ну, таверн. Нет, таверн. Вот. Мелкий хочет на ручки. Чтоб вы видели, как это происходит. Мелкий хочет на ручки. Алиса спит. Соответственно, вариант такой. Либо я в унице руках, либо Дима на руках, а я отнесу Алису. Визу, вернее. Ну, тогда мы не сможем вам что-то снять. Мы очень хотели найти одно место, с которым мы бьем обошлись. Иди сюда. Если бы вы понимали, дай руку. Дай руку. Чтобы вы понимали, мы идем еще по дороге. Это круговое движение здесь, да? То есть это не так что. Мы были здесь два месяца с Лики-Форресом, и оно не тут. Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что вот здесь было бы больше. Вот я сейчас смотрю здесь, я вижу греков. Для того, что Захо, по-любому, было бы греческое. Ну, судя по названию. И тут вот Харакис, Харакас тоже. Потому что там я греков видела не потому, что оно визуально выглядит. Очень важно. А вот это нормальный туристический мир. Ну, ладно, посмотрим. В общем, мы решили еще в воскресенье сходить в одно место или съездить, или сходить, посмотрим. мне когда-то... Ну, хватит болтать, едьте уже. Когда-то кто-то... Просто... переходим. Вот так это, например, происходит в Греции. В общем, мы когда Васильцы спросили, где покушать в Херсонисе, я знала, что он, скорее всего, не знает по тому самому Сираклио. Вот так вот у нас тут все происходит. Короче, я знала, что он долго ничего не посоветовал, потому что, ну, на всякий случай спросила. В общем, он так... Он говорит, а сходите, покушайте в Аблик. Короче, в Мали есть еще одно место. И он мне когда сказал, я вспомнила, что мне еще какие-то греки советовали это место. Мы обычно в Мали кушаем в Милос. Вот там, где вот Костика, где рождение было, где Кристина Алисина, где мы кушали потом. Это место знают все. Ну, греки спустые. Все уважают. И вот уже несколько раз слышала место Абли. Абли по-гречески это двор. Ну, то есть вот сад, двор. Ну, именно, наверное, больше двор, чем сад. Костя, какой на плечики мы пришли уже. Вот машинка наша, вот машинка. А, теперь ты не довольна, что есть машинка, да? Ну, возьми его, обними. Ухочет на плечике. Все? Хорошо? Все? Успокоился? Все, да, я тебя люблю. Мы тебя любим, ты знаешь? Да. Да, мы тебя тоже любим. Так что мы в воскресенье хотим попробовать, попробовать сходить во Вли. Найти во Вли. Ну, в общем, у меня каша. У меня каша. Ну, сейчас уже проходит. Мне кажется, я все-таки, когда мы были в этом самом, в Хане, там, немножко продул у меня. Ой, ну, короче, снимем все. Все снимем. Все, я спать. Все, до свидания, я спать. Дима сказал, нужно попрощаться нормально. Прощаюсь с вами нормально. Все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии, что там говорят обычно. Всех вас любим, целуем. Дима, давай. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok